Приветствую вас Дарья. Давайте разберегем вопрос, который вы задаете. Собственно, касаемо вашей ситуации в целом, то что довольно таки несложно, как мне кажется, увидеть, это то, что вы вообще практически не полагаетесь на себя. То есть то, что вы как будто бы вообще не осознаете некоторую свою, например, активность, некоторое свое участие в ссоре, да? Вот. Некоторое свое участие в конфликте. Очень важно, чтобы вы уделяли этому свое время. Вот. И соответственно, очень важно, чтобы вы в этом как бы разбирались. Вот. Поэтому, соответственно, я думаю, что начать нужно с того, чтобы вы, ну как бы начали разбираться в себе в первую очередь. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Так что я бы рекомендовал вам здесь увидеть и поискать, например, в интернете. Треугольник Карпмана. Похоже, что вы в нем оказались в этом самом треугольнике Карпмана. Вот. И, соответственно, увидеть свой вклад. Ну, как бы вот в него. Вот. Дальше. Значит, что мы сейчас с вами сделаем? Дам? Значит, я прочитал ваш текст и дам комментарий. Итак. С мужем вы пишете 7 лет вместе. Скоро год как женатым. Еще 8 месяцев. Ну, вот. Обратите внимание, что вы с мужем 6 лет, получается, встречаетесь. Год как вы женаты, но после его замужества вы через, получается, то есть, получается, что вы уже были беременны, когда выходили вену. Вот. Тут, соответственно, вы уже не делаете. Вопрос. Как много между вами общего? Вот. С мужем я имею ввиду. Вот. Потому что у меня есть ощущение, что между вами и вашим мужем довольно мало общего. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. И я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на то, что между вами и вашим мужем общего. Понимаете? Потому что вы довольно долгое время вместе. но у меня нет ощущения, что у вас с мужем, условно говоря, есть контакт. Я имею ввиду между вами как между личностями. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Дальше. Проблемы начались после года отношений. Слышите вы. То сходились, то расходились. Но потом начались ссоры с истериками. Мог кинуть меня, что-то кричать. У вас сильно лучше его поведение было неадекватно. Постоянно прощал. Ну вот. Здесь уже есть, как мне кажется, некоторый момент. Вы говорите, что у вас отношения начали ухучаться. Ухучаться не совсем, на мой взгляд, понятно и очевидно, да? Вот. А почему они начали ухудшаться? Из-за чего они начали ухудшаться? Вот. И... Какой вы вклад вносите в это? Именно вы. Вот. Ну, лично вы. Вот. Какой вклад вносите в то, соответственно, что ваши отношения стали хуже? Вот. Как вы реагировали на его поведение, на поведение вашего мужа? Вот. Что вы подразумеваете, например, под прощением? Вот. То есть вы его прощали, а... Как бы... Какие решения вы принимали? Вот. После того, как вы его прощали? Ну... Понимаете, да? Как бы... То есть это, на мой взгляд, очень важный момент, мне кажется. Вот. Дальше. Вот вы сами пишите, что его поведение было неадекватно, но вы пишите далее, что когда я забеременела, он начал часто отдыхать. Вот. Но... Как-то же вы забеременел в том смысле, что это ваша активность. Вот. В том смысле, что... это... Вот. Вы забеременная человека, который ведет себя себя, ну, условно говоря, неадекватно. И... Как же вы к этому тоже, получается, пришли? Вот. И в этом есть ваша активность, на мой взгляд. Вот. Как будто бы вы этого не видите. Вот. Как будто бы вы этому не выделаете своё внимание, на мой взгляд. Вот. Понимаете? Вот. Вот. Такая вот история. Здесь. Дальше. Идём. Значит, вы пишите, он начал часто отдыхать, приходит утром, но это вы говорите про него. Точно знаю, без изменений, просто раньше они отдыхали с друзьями. Сюда и вдруг началось заново. Ну, смотрите. Здесь для вас есть элемент... Важность... Возможности измены. Вот. То есть, я думаю, что здесь вот вы не уверены в себе. Я думаю, что у вас есть проблемы с самооценкой. Вот. Как мне кажется. Вот. И... Сорвестно, это довольно-таки важный момент. Как мне кажется. Вот. Вы говорите, что он просто отдыхал. Вот. Вот. Но... Притом, что... По вашему описанию, получается, что он просто отдыхал. А вы почему-то с ним из-за этого скандалили. Это вот, на мой взгляд, довольно важный момент. И опять же, здесь как будто бы есть ваш склад. То, что... Вы... Скандалите, но вы как будто бы этого не замечаете. Вот. Как будто бы... В этом... Вы... Не отдаёте... Себе всё. Понимаете, да? Вот. А... Какая штука? Вот. Поэтому... Я бы сказал, что... Вам нужно... На это... Обратить своё... Внимание. Внимание. Далее. Так. Вот. Вы письте ругались из-за этого. Вот. Опять же. Здесь, получается, у нас есть психологическая игра. Скандал. Я рекомендую вам... Её изучить. И постараться выделить... А... Свою активность. То есть, вот. Именно вам... Вашу активность нужно... Постараться здесь увидеть. А... Это... Элемент... Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Сейчас, сейчас вы, на мой взгляд, вообще этого не замечаете. Вот вы не замечаете, какой вклад вносите в те конфликты, которые, вот, собственно, между вами происходят. Вот. Почему? Из-за чего вы ругались, если вы говорите, что без измен, и так далее. Вы, значит, написали, что он это делал раньше, просто сейчас он начал это снова. Предлагается, этот опыт был знаком. Почему он перестал и почему начал вопрос, на который, к сожалению, судя вот по тому, что вы пишете, да, на этот вопрос как бы нет ответа. Вот. Вот. А очень важно, на мой взгляд, этот ответ получить. Вот. И для вас же самой, что, разный момент. Вот. Понимаете, да? Вам, 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 вам самой. Это важно. Дальше. Когда родился малыш, почти в разе начали сильные скандалы. Ну, психологический скандал. Ну, вот. Я вам рекомендую здесь изучить, да. Есть, конечно, у этого, безусловно, есть основание. У того, что вы, вот, так, ну, ругаете, ругаете, вот. Вопрос только заключается в том, что это за основание. У мужчины и у женщины оснований для ссоры при рождении ребенка может быть много. В частности, мужчина может страдать из-за нехватки внимания, из-за ревности. Вот. А, как, как бы. А женщины, соответственно, реагируют тут очень порадно. Вот. Поэтому нужно этот момент, на мой взгляд, понимать. Вот. В этом необходимо разобраться. На мой взгляд, по крайней мере. Больше. Так, ооо, значит, эм, так, ребенок у нас беспокойный, ну, там есть блага, а вы беспокойные, вы оба беспокойные, родители не уступаем совсем, причем начинает он пробирать, может даже не пощечен, или даже с полотенцем, а дочка толкнуется сильно. Вот, например, вы почему-то это терпите. Вот, то есть, как бы, эм, это вот очень важный момент. То есть, вы говорите, что он начинает, вы как бы на него, на него, в данном, в данном случае жалуетесь, вот, но при этом как будто бы ваша, ваша опять же активность в этом, ваш выбор, эм, выбор, эм, выбор действий, а вот, эм, значит, эм, не зафина очевиден. Понимаете, да? Какая штука. А вот. Больше. Так, эм, так, значит, эм, стал оскорблять, говорить матом, что, о том, чтобы я уходил. А вот. Ну, эм, я полагаю, что здесь у вас, эм, есть некоторая проблема с тем, что, судя по всему, э, э, ну, мужчина вас не ценят, вот, к сожалению, вот, мужчина вас не ценит. Это вот то, что я хотел вам сказать, если человек вас прогоняет, значит, скорее всего, он уверен в том, что вы никуда не уйдете, да, никуда не денетесь. Вот, поэтому, тут вам нужно, вот, на мой взгляд, подумать над тем, насколько вы видите и чувствуете свою ценность, да, насколько вы прислушиваетесь, прислушиваетесь к себе, вот, ну, и насколько вы соблюдаете, ну, свои границы, наставите, например, и так далее, вот. Возможно, вам это будет сложно в какой-то степени, сделать, вот, потому что, может быть, вы не привыкли, вот, к такому, к такой, вот, модели поведения, вот. Может быть, вы не привыкли, но это не менее. Дальше. Эм, так, значит, наставите не извиняйтесь, говорите, что больше не будет, на это поскольку каждое дело, ну, опять же, да, у этого есть причина, то есть, как больше не будет, не означает, что эта причина устранена. Поэтому нужно не браться, извиняться и требовать прощения, а стараться, ну, стараться как-то выяснить причину. Вот. Если ограничиваться изменениями, то... Проблема не решится. Последняя капля. Лежим ночью, качай ребенка на себе, он спирается, я делаю это громко, ему надо было слово дать, слово ругань с ребенком на руках. Ну, опять же, вы выбираете ругаться с ребенком на руках, на руках. Ну, поворачиваться начинает. Замайка вот задает меня пощечина, говорит, что я ребенку говорю отсюда, мы это не разговариваем не только к ней. Опять же, он что-то говорит, ваша реакция, ну, как бы, не совсем ясна, да, то, что вы не разговариваете с ней, это, ну, выглядит, на мой взгляд, к сожалению, больше как определенного рода манипуляция. Вот. То есть, ну, как бы, вы, вот, пытаетесь здесь манипулировать, да, у вас не очень хорошо получается, но тем не менее. Вот. То есть, игнорирование это не решение конфликтов, но, ты говоришь, забывайте его отношение к довольно серьезной проблеме. Дальше. Тут я решил поговорить, было ранее утро, сказал, я сказал, поговорим, когда проснемся, но вы уже не спали, тут, как бы, опять, непонятно, за чего вы это сказали. Ему это не понравилось, надо кричать, вот только позвонил, мой молодец, сказал, чтобы меня забрал, отец забрал нас за 110 километров. Вот, понимаете, у меня есть ощущение, что вы не самостоятельны даже. Понимаете? Потому что у меня есть ощущение, что вы были не самостоятельны, я имею ввиду, в психологическом плане, до того, как родился ребенок у вас. Вот. То есть, как будто бы, вот, вы, ну, не уверены в себя. Но мне нужно срочно в больницу, платную, скоро операцию, он позвонил, предложил забрать нас на этот период, пока я не решил свои дела, я согласился, мне не негде остаться. Не очень понятно, что вы здесь имеете ввиду, да. Во-первых, непонятно, каким образом ваш отец забрал вас, и вы позволили отцу это сделать, если у вас операция на воздух. Повторюсь не очень понятно, что это значит, что негде остаться. Вот. Дальше мы приехали к нему, вот, понимаете, да, мы приехали к нему. То есть, не я, а мы. Предлагал решить вопрос сразу, либо развод, либо решение проблемы, я согласился, буду думать над этим. А какую проблему сейчас? Вот. Вот сейчас я в недоумении, что мне делать, что мне делать, чтобы что, может ли он справиться, может, если психотерапия будет. Как ответ на хороший, помогает ли вы заботиться, сказал, что хорошо, ко мне как к любимой относится, а как это. Отдаёте ли вы себе отсчёт в том, как это странно звучит. Относится как к любимой. То есть не к любимой относится, а как к любимой. То есть вы любимой становитесь, ну, вот, на, судя по вашим словам, да, вот, на какое-то не очень большое количество времени. И опять же, что значит всё хорошо. То есть, понимаете, вам нужно над отношением работать. Ага, и в первую очередь над собой, над своей осознанностью. Вот. Вот. Поэтому, то, что вы говорите про его исправление, это не совсем, как бы, корректно. Не исправлять нужно человеку. А демонстрировать ему другие модели отношения. К себе самому, к ребёнку, к нему, к нему. Тогда человек будет исправляться. Вот. Поэтому я рекомендую вам работать вот как раз над этими вещами. На этом всё. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Предложите молодому человеку, так же своему, точнее, мужу, значит, послушать мой ответ. Вот. И если вы хотите, обращайтесь на семейную, до семейной консультации к любому из экспертов, кто вам понравился. Понравился. Предварительно, вы себе то, что я вам отметил. Удачи. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...